Всем добрый день! Канал Гетекласс, Андрей Щетников. И я продолжу рассматривать протекание воздуха через трубочку, когда я в нее дую. Казалось бы, такая ерунда, но на самом деле здесь созрочено довольно много красивой физики. И я вижу, что наши подписчики часто путаются в этой физике, смешивают одно с другим. А желательно процессы разводить, рассматривать их порознь, потом соединять, конфигурировать. Чем мы сейчас с вами и займемся? Ну а процессов основных здесь, конечно, три. Во-первых, воздух течет по трубке. Во-вторых, он вытекает из трубки. Наружное пространство. Ну и в-третьих, я его туда вдуваю своим ртом. Вот мы эти три части сейчас и разложим, а потом соединим друг с другом. Ну и вот мы начнем с самой трубки. И что мы можем сказать про нее немедленно? Что воздух течет по трубке с постоянной скоростью по всей длине, нигде не разгоняясь и не замедляясь в силу принципа непрерывности. Ну, конечно, если бы были очень большие давления, то плотность менялась бы, а у нас давления не такие большие в опыте. Можно считать, что плотность воздуха почти не меняется. Ну и вот мы имеем поток с постоянной скоростью. Что еще мы можем спросить про этот поток? Мы можем спросить, а какое там внутри трубки сейчас давление? И вот я утверждаю, что давление в трубке всюду близко уже к атмосферному. Мы вот здесь, когда воздух, так сказать, запихивали в трубку, ускоряли его, а дальше он летит. Ну, я бы сказал, практически по инерции, как машинка, которую мы толкнули по столу. Мы не тянем за нитку, а просто толкнули, и она сама едет. Конечно, если бы трубка была очень тонкая, то так уже нельзя было бы говорить, потому что тогда бы нельзя было пренебрегать вязкостью, и мы должны были бы проталкивать, создавая здесь какой-то градиент давления. Но в достаточно больших трубках, можно почитать, какое здесь число Рейнольса, в трубках достаточно большого диаметра при таких скоростях, воздух летит через трубку просто по инерции. Ну, а это означает, что какое у нас давление вот здесь на срезе, снаружи, оно тут атмосферное, такое же давление и практически во всей трубке. А вот здесь оно уже выше, чем атмосферное. Разность давлений запихивает воздух в трубке и разгоняет его вот здесь, в этой области. Теперь есть следующий кусок. А что у нас там происходит на вылете? На вылете воздух дальше летит такой струей в течение какого-то времени или расстояния, как вам нравится говорить. И про такие струи говорят, что они затоплены. Вот здесь воздух неподвижен, а сквозь неподвижный воздух движется подвижная струя. Часто по поводу таких струй люди делают разные ошибки, считая, что, применяя каким-то странным образом закон Бернули, считая, что внутри струи давление меньше, чем снаружи. Но все это заблуждения. У нас про них есть отдельный ролик. Вот на него ссылочка, посмотрите его, пожалуйста. Я не буду сейчас их разбирать, потому как в этом ролике все было разобрано достаточно подробно. Ну, а теперь нам осталось рассмотреть вот эту часть. Здесь у нас есть какое-то избыточное давление. Снаружи давление атмосферное. А здесь атмосферное, плюс какое-то дельта П. Вот это избыточное давление и разгоняет воздух вот в этой части, здесь на входе. Дальше уже никакого разгона не происходит. Но и тут еще тоже есть свои тонкости. Потому что, если у нас нет ровного перехода, здесь возникают такие турбулентные зоны, которые ухудшают протекание. Ну, в том смысле, что здесь приходится прогонять через более узкую, как бы эффективную трубочку. Все это тоже должно входить в цельное рассмотрение. Ну, а вообще говоря, вот картинка нарисована. Разгоняем воздух здесь. Вгоняем его в трубку. В трубке он летит практически по инерции. И вот это самое движение по инерции воздуха. Его зачастую трудно себе представить, но мне кажется, что аналогия с машинкой, которая едет по столу, она работает. Потому как именно движение по инерции характеризует идеальную среду бестрения, которую и рассматривают как базовую, когда изучают закон Бернули. И потом уже наворачивают трение и все остальное. Так что, если мы такую картинку держим, она нам очень даже помогает. Ну, собственно, у меня все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова